Айдар Исмогилов На 50 точек в 8 городах России Его команды на фабрике предпринимательства не раз оказывались в числе призеров проекта Уже будучи успешным в бизнесе, решил пройти курс фабрики предпринимательства для продвинутых С тех пор увеличил количество шинных центров «Пятое колесо» на несколько десятков Через 20 лет планирует заработать миллиард долларов Намного раньше купить самолет Уже можно? Уже да Ну что, всем добрый день Я начну, наверное, с личных эмоций Я так счастлив был, вот шел на сегодняшнее мероприятие Я просто летел Даже машину поставил далеко Думаю, бегу и встречаю Когданина И он говорит, я завод строю в Европе И знаете, как-то мое счастье резко угасло Оно как-то стало меньше И я думаю даже, что вот к заставке тут про самолет, там про 20 лет 10 лет, Артем, 10! Я не знаю Как сделать так, чтобы в моей жизни начались перемены? Я здесь, наверное, скажу, не секрет ни для кого, что курс доллара сегодня сколько-то там, 70 рублей Поднимите руки те, кто считает, что это не является препятствием Есть в зале люди, которые считают, что 70 рублей ерунда? Хорошо, отлично, 5 А кто считает, что это серьезный вопрос и он мешает? Есть такие люди? О, один человек всего появился Это Альбина Ибрагимова Это для туризма Я хочу сказать, дорогие друзья, что каждый раз, каждый раз, когда мы с вами начинаем что-то новое На самом деле нам никто помешать не может И ничто помешать не может Знаете почему? Потому что где-то 16 лет назад я начинал бизнес, когда доллар вырос в 3,5 раза Ну, если перевести на наши деньги, сейчас доллар должен был бы стоить, ну, рублей 110 Второй раз я начинал свой бизнес тогда, когда снова был глобальный кризис И мне снова удалось, и мы создали пятое колесо вместе с партнером Стою здесь сегодня с одной простой целью, и я хочу сказать Никогда еще в нашей стране не было так легко заниматься бизнесом А как вы думаете, почему? Я открою секрет Один очень богатый человек, известный человек, с состоянием 72 миллиарда долларов Сказал, что когда все продают, я покупаю Когда все покупают, я продаю Другими словами, он объяснил, что нужно делать то, что сегодня никто не делает Или делает очень маленькое количество людей Я хочу сказать, что сегодня в нашей стране почти никто не хочет быть предпринимателем Сегодня в нашей стране почти никто не верит, что может что-то изменить сам Давайте спросим тогда у себя Когда, если не сейчас? Желаю всем вам начать прямо сегодня Сегодня с нами Марат Чибишев под ваши аплодисменты Марат, мы приглашаем вас на сцену И давайте посмотрим небольшую визитную карточку о вас и о вашем деле Марат Чибишев Генеральный директор компании «Российский кролик» Который является крупнейшей организацией по производству охлажденного кроличьего мяса в России Сейчас компания ежегодно наращивает обороты Общая стоимость проекта составляет 730 миллионов рублей В данный момент компания проходит финальную аккредитацию на поставку своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты Марат Чибишев реализовал на своем предприятии уникальную технологию, благодаря которой один ангар С шестью тысячами кроликов обслуживает не 120 человек, как раньше, а всего один специалист Своей деятельностью доказал, что сегодня в российском сельском хозяйстве можно и нужно делать бизнес Всем добрый день Ну, собственно говоря, вы увидели результаты пятилетнего нашего труда Я не могу сказать, что это было очень легко Когда мы начинали, собственно, этот проект Без какого-то скепсиса нам никто не верил, в принципе Когда мы приходили в какие-то финансовые институты, то нам, собственно, в один голос все твердили Кролики, о чем вы, ребята, уйдите и, собственно говоря, занимайтесь чем-то другим Мы, несмотря ни на все, продолжали данную работу Спустя пять лет мы сегодня номер один на рынке Российской Федерации по производству охлажденного мяса кролика К слову, основной конкурент, который сегодня есть у нас на рынке, это европейское мясо, которое приходит на рынок России в замороженном виде Ну, собственно, нам это проблем никаких не создает, потому что, ну, наверное, практически все вы, я так думаю, любите готовить, ну, любите кушать, как минимум Поэтому знайте, что охлажденное мясо, это всегда вкуснее, чем замороженное, ну, и, собственно, его легче готовить Ну, сегодня мы обладатели многократных различных премий, наград и так далее Ну, собственно, самое известное, это 100 лучших товаров России, Татарстана Мы победители многократных выставок World Food Moscow, ну, то есть российская центральная выставка по продуктам питания На ней мы на протяжении последних четырех лет всегда берем первые места Мы не останавливаемся на достигнутых успехах, постоянно работаем над совершенствованием наших бизнес-процессов Ну, к примеру, буквально в декабре мы закончили сертификацию по международному стандарту качества ISO и FSC Это продуктовый, собственно, международный стандарт ISO регистрации, сертификации И буквально вот на финальной стадии мы находимся в аккредитацию на поставке рынка Персидского залива То есть не только Объединенных Арабских Эмиратов, но и все страны Персидского залива Потому что, ну, там, собственно, сельского хозяйства особо и нет, поэтому продукции наши более чем востребованы Ну, у многих возникает, наверное, вопрос, а есть ли бизнес, собственно говоря, в сельском хозяйстве Это непростой вопрос, это действительно один из самых сложных бизнесов Потому что здесь нет понимания, что вот сейчас я выключу рубильник, немножко отдохну и, соответственно, начну дальше заниматься своими производственными процессами Это совершенно живой, в прямом смысле, бизнес, там нет паузы, отдыхов, выходных и так далее Вне зависимости от вашего настроения, состояния и так далее Животные или растения, они требуют постоянного, собственно говоря, внимания Ну, и бизнес этот оборачивается довольно-таки интересно и быстро, если в него вкладывать знания и силу Потому что, ну, как вы понимаете, на дворе очередной кризис, собственно, ну, как уже ребята говорили, это не первый, не второй, даже уже не третий кризис И, как правило, народ в первую очередь начинает экономить всегда на машинах, на квартирах Ну, даже элементарно одежду, собственно, можно одеть, которая была и в прошлом году А вот сама тенденция, собственно, открыть каждый день холодильник, как минимум утром и вечером от нее никуда не денешься И это то, что требуется на столе всегда Поэтому сбыт в этом плане обеспечен К слову, две статистические данные Сегодня в Российской Федерации доля собственного производства мяса обеспечена лишь на 45-55% Ну, у разных аналитиков это разные показатели Все остальное – это импорт По овощеводческой промысленности, по растеневодческой, ну, здесь где-то в районе 70% доли импортной составляющей Ну, если быть точнее, по овощеводческой именно Поэтому здесь перспективы развития очень большие Не случайно все ведущие мировые аналитики говорят о том, что рынок производства продуктов питания и сельского хозяйства – это рост как минимум в ближайшие 20-30 лет Собственно, население в мире увеличивается, как вы понимаете И есть такие страны, как Китай и, собственно, Индия В Китае население в ближайшие 10 лет должно увеличиться как минимум на 500 миллионов Собственно, их государство над этим хлопочет активно В Индии увеличивается население Поэтому потребность в продуктах питания, она будет всегда возрастать И рынок этот, конечно же, будет всегда… Продукция на этом рынке всегда будет очень востребована Что еще хочется сказать? Есть ли бизнес все-таки в сельском хозяйстве? Да, есть, но не в полном понимании всего бизнес-процесса Сегодня это сложно сделать с нуля Я имею в виду и генетическую составляющую, и процессы переработки, реализации Но, к слову, сегодня на рынке России все больше и больше начинает появляться такая ниша, как промежуточный именно участок Что это такое? Есть компании, которые, собственно, выращивают, ну, скажем, откормочные поголовья Это есть уже даже на рынке Республики Татарстан, собственно говоря И выращивают суточных цыплят, индей, кутят Ну, вот с прошлого года мы тоже начали уже в этом направлении активно двигаться И если у вас есть помещение, то, соответственно, вы оснащаете его требуемым оборудованием Забираете это поголовье на выращивание Ваш партнер, который работает с вами по этому направлению Обеспечивает вас кормами, ветеринарной помощью И в конце, соответственно, срока выращивания забирает у вас всю эту продукцию на переработку После этого подбивается, соответственно, полностью вся экономическая составляющая за вычетом кормов Этой же самой ветеринарной помощи и откормочного поголовья И та моржа, которая остается в результате этого, остается, собственно, у вас в кармане Вот на начальном этапе это довольно-таки интересный сегмент Все больше и больше предпринимателей в Республике Татарстан в эту нишу начинают заходить Активно работают на этом рынке именно предприниматели, которые работают с индейкой и с уткой И можно набить руку Где-то 2-3 года позаниматься этими вопросами Когда вы поймете, что у вас есть силы для того, чтобы уже взять все участки данного направления То есть имеется в виду либо утка, либо индейка, либо кролики, либо еще откормочные бычки, соответственно Это тоже есть То можно уже начиная от генетики, заканчивая забоем и продажей на привавке России этим заниматься Поэтому это интересно, это сложно, это окупаемо И если есть желание и вера в собственные силы То это может обернуться довольно-таки хорошим результатом и, соответственно, хорошей составляющей в вашем кармане То у меня, пожалуй, все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!